Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Меня зовут Анета и сегодня у меня для вас распаковка адвент календаря. Ах, как долго мы с вами ждали этих слов. Адвент календарь звучит замечательно. И распаковка будет адвента от магазина Douglas. Но они красные версии, которые мы с вами уже распаковали, есть на моем канале. Посмотрите обязательно. А синего адвента. И это люксус, такой лакшери по версии магазина Douglas. Там мы найдем с вами именно их марку. Все продукты там будут исключительно от самого бренда Douglas. И с ними я знакома весьма-весьма поверхностно. Кое-что я покупала самостоятельно, было на скидках, попробовала, осталась довольна. Но вот так вот глубоко, конечно, не тестировала. Поэтому будет однозначно интересно попробовать узнать, познакомиться. Ну и знаете, свое какое-то мнение в итоге вам рассказать. Этот адвент обошелся мне, на мой взгляд, весьма бюджетно. Я заплатила за него 30 с копейками, ну скажем, грубо 31 евро. Тогда как этот адвент на сайте самого Douglas стоит 45 евро. Я его покупала не на официальном сайте за 45, а покупала его на сайте Parfum Dreams, потому что там был промокод, плюс еще вот это вот 10% VIP. И в итоге мне он вышел в разы-вразы дешевле, что безусловно приятно. Сам адвент визуально тоже прекрасен, что и соблазнило меня, откровенно говоря, на эту покупку, потому что он лаконичный, простой, но при этом такой стильный, да еще и в потрясающе красивом синим цвете, цвете моего автомобиля. Дополнительно мне еще положили пробники. На Parfum Dreams на вкладывают минимум один пробник. И я забыла вам показать в прошлом видео, что у меня было с красным адвентом. Вот такие вот два пробничка от Biotherm по 1 мл. Это Elixir. Life Plankton Elixir. Приятно. А к этому мне положили от Knife полосьон для тела, для чувствительной кожи. Ну, тоже вроде как приятно. Здесь 8 мл. Понятно, мы не сравниваем Knife с Biotherm. Лучше, конечно, было бы еще Biotherm. Ну, да, ладно. Давайте рассматривать сам адвент. Посмотрим на этого красавца, потому что он действительно просто потрясающе в этом году. Красивый, настолько спокойный, лаконичный. Я каждый год смотрю на эти адвенты, но они, к сожалению, вот визуально меня не очень привлекают. Да и по продуктам как бы, ну так, можно взять, но не обязательно. В этом году я решила все-таки за эту цену, что я заплатила, взять, попробовать, протестировать на коробочках. А я обожаю коробочки. Останется мне потом на память. Открывается все это как шкатулочка. Вот таким вот образом. Ух! Красота-то какая она с вами ожидает. Но за эти деньги, мне кажется, что Дуглас постарались, и они сделали невероятную красоту, потому что здесь ну, в разы дороже. То есть он стоит визуально, вот эту визуальную часть, она уже минимум как за адвент, за 60, за 70 евро. И здесь доносится какой-то очень вкусный аромат, какой-то парфюм. Я даже не знаю, что же такое может здесь такой аромат издавать. И самое приятное, что вы можете убрать вот эту картинку, и там у вас окажется зеркало. То есть в итоге все равно эту коробочку можете использовать для хранения украшений, для хранения каких-то своих косметических средств поставить на косметический столик. Либо, если у вас нет косметического столика, использовать его вместо столика. Это тоже очень классная такая вот идея. Зеркало я вам доставать сейчас не буду, а что сделаю? Достану все коробочки. Тут у нас на весу держать, конечно, неудобно. Тут у нас еще выдвижной ящичек. То есть мы выдвигаем и видим еще коробочки. Сейчас достану вам их, покажу максимально, насколько это возможно. Вот, смотрите, какая красота. Все здесь у нас в дизайне, все в елочках, в каких-то парах влюбленных, романтичных. Звезды летают, светят, солнышки. И всю эту красоту мы сейчас будем с вами доставать и открывать. Я достану коробочки, положу на свой столик перед собой. И мы будем с вами с первого по 24 окошко открывать и наслаждаться нашим адвентом. Начнем мы с вами потратить, как всегда, с первого номера. Давайте немножечко на него посмотрим. Здесь у нас елочка. И чтобы удобнее было доставать из самого адвента, здесь у нас есть возможность нажать вот так вот и подцепить. То есть здесь вот такой вот круглешочек, куда вы можете пальчиком попасть и подцепить. Ну, давайте посмотрим, как хорошо будет открываться. Никаких спойлеров, ничего здесь у нас нет. Здесь есть только рисунок. Рисунок, кстати, не рифленый, но очень красивый. Сделано, безусловно, достойно. И что у нас тут есть? Так, 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 так. Так, это что, помада? Мы что, с первого числа начинаем с вами сразу с помады? Вот это прям серьезно. Посмотрите, какая интересная упаковка. Она, конечно, вся блестит и сразу мои пальчики. Сразу же мои пальчики, как иначе без этого. Но упаковка симпатичная. Она не магнитная, но на защелке. О, мы начинаем с вами прямо с полноценной, полноразмерной помады. Если здесь аромат, пахнет, но без какой-то такой специальной отдушки. То есть пахнет что-то типа помады. Просто такой стандартный аромат. И нанесем сюда немножечко попробуем. Все практически продукты, которые я найду, скорее всего, я оставлю себе. Но буду вам, конечно, по ходу говорить, оставлю себе или нет. Понятное дело, эту помаду я планирую оставить. Мне очень нравится цвет, приятный. Хорошо мне подойдет. Да. Первое окошко. И здесь уже помада. Ну, супер. Мне пока что нравится. Второе окошечко у нас вот такое. Здесь такая коробочка со звездочкой. Снова возможность эту коробочку подцепить. Все продумано. И здесь прям малышка-малышка. А что это такое? Закрываю коробку обратно. Дуглас Натуралс. И это органическая розовая помела и базилик. Скраб для лица. Малышка, конечно, здесь 10 мл. Но, тем не менее, попробовать мне хватит. Тем более, я небольшой фанат всяких там скрабов. Так что я рада, что здесь маленький объем. Мне много-то и не нужно. Давайте посмотрим, есть ли какая-то информация, которая нам могла бы здесь помочь. Но здесь написано вот на немецком, допустим, что это такой мягкий скраб для лица. Открыто или не открыто? Упаковка очень приятная, милая. Так, открыто. Нанесем. Сегодня будем с вами тестировать максимально, насколько это возможно. Все, что можно нанести, нанесем. Вот такой вот скраб. Есть частички, я их вижу. Так, а что за частички? Они маленькие, но прям ощущаются. Так что, если у вас супер-мега чувствительная кожа, как вкусно пахнет. Очень-очень пахнет. Но он пахнет деликатно, нежно, чем-то таким фруктовым. Мне нравится. Так, я нас сейчас, наверное, себе испачкала. Есть такой моментик, да? Хотелось попробовать максимально этот скраб. Снимаю салфеточкой, потому что нам эта рука еще нужна. А помада, кстати, ее можно вот растушевать. То есть она не фиксируется. Снимаем тоже, чтобы не спачкать мою блузку. Второе окошко приятное. Мне понравился аромат. Скраб, в принципе, небольшой. Я думаю, что я с ним справлюсь. Ничего страшного. Хотя не являюсь большим фанатом. Третье окошечко. Третий наш номер. И очень-очень плоский. Что у нас здесь? Ах, здесь такой тул. Мягкий, пушистый. И вполне себе для меня полезный. Я таким пользуюсь. И я их использую на постоянной основе. Это вот такой диск. Диск, который вы используете для умывания. Он в классном синим цвете. Мне очень нравится. Здесь цветовая гамма. Одна из моих любимых. Здесь вот есть возможность. Вот петелька, на которую вы можете повесить. Для того, чтобы сушилось. Очень важно и хорошо сушить. То есть после того, как вы попользовались. Повесьте так, чтобы он прям рассыхал. Иначе, конечно, заведутся бактерии. Нам с вами это не нужно. Но в первую очередь сначала нужно будет его обязательно постирать. Я умываюсь такими. Использую на постоянной основе. Поэтому для меня это полезный продукт. Пока мы будем с вами складывать все в сторону полезного. Это был номер 3. Номер 4. Номер 4 у нас снова со звездочками. Все пока в звездах. Все такое звездное, светящееся. Открываем. И здесь у нас лак. Лак для ногтей. Сегодня, кстати, на моих ноготочках лак, который мы нашли в красном адвенте. В красном от Углус. И он мне очень нравится. Красивый цвет. Трендовый. Я про это тоже уже говорила. Хорошо нанесся. Хорошо смотрится. И мне нравится то, что у меня здесь матовый. Вот в матовом варианте он мне нравится в разы-разы больше. Но напишите, как вам нравится больше в матовом или в глянцевом. Я за матовый. В следующий раз делаю обязательно такие ногти матовые. Ну, а тут мы с вами нашли Sweety Pink. Нежно-розовый цвет. Я думаю, что я его оставлю себе. Протестирую. Потому что обычно все лаки меня покидают. Вот это, кстати, я оставляю тоже себе. Потому что это, во-первых, трендовый лак. Цвет. В принципе, цвет. То есть вам нужно что-то обязательно этой осенью иметь этого цвета. Губную помаду, носки. Лак для ногтей не важно. Тогда вы будете в тренде. Ну и, соответственно, я его себе оставлю. Мне тут все понравилось. И попробую и этот лак. У меня, по-моему, еще ничего. Дуглас именно такого средства для ногтей не было. Хорошо. Для меня приятная находка. Потому что цвет хороший. Цвет такой я люблю. Номер пять. Прям тяжеленький. Выглядит вот так. Здесь у нас снова звездочки. И ножки. Ножки-ножки. Может быть, здесь у нас что-нибудь для ног. А кто его знает, нам тут порадует не только декоративная, но и уходовая косметика. Я нашла что-то объемное на 50 миллилитров. Что это такое? Это от Home Spa. Гель для душа с бергамотом и с солью, с минеральными солями моря. Нет, какого? С мертвого моря, наверное, нет? Наверное, да. Либо просто с минералами моря. Давайте посмотрим, что здесь написано. На немецком написано, что это просто освежающий гель для душа. И все. Больше ничего. Сделано, кстати, во Франции. Круто. Сделано во Франции. Ох, прям уже выходит, выползает. Приятный аромат. Могу сказать, что пахнет свежестью, да. Но не такой, как Old Spice. Нет, не такой. Очень деликатный, нежный. Я думаю, что подойдет и мне, и моему супругу. Просто прекрасно. 50 миллилитров можно взять с собой. Либо вот в сумку для спорта положить. Следующее окошко у нас с вами будет окошко номер 6. Это Николаус Так. И так как мы ожидаем, что здесь, конечно, будет что-то хорошее. Дуглас нас наверняка порадует. И я вижу, что порадует. Потому что здесь нечто плоское. Нечто, что можно использовать однозначно. Но, скорее всего, я себе не оставлю. И это палетка. Но давайте сначала на нее посмотрим. Может быть, я и оставлю, а может быть, и нет. Что здесь нам пишут? Сделано в Китае. Причем написано, знаете, даже на русском. Проразведено в Кита. А нет, на болгарском. Тем не менее, смогла прочитать. И нас ожидает lovely eyes. Есть такие милые глаза с шестью цветами. Нету никакого зеркала. Здесь сейчас есть наклеечка. Я ее так и оставлю. Цветовая гамма приятная. Но она не уникальная. То есть у меня такие цвета есть. И в более дорогих брендах. Поэтому, конечно, мне оставлять смысла ее себе нет. Поэтому вот думаю, да, наверное, наверное, она меня покинет. Но напишите, пожалуйста, если вы уже использовали от Douglas тени. Как они вам? Понравились они вам по качеству или нет? Хорошие? Они достойны? Стоит их пробовать или нет? Тогда я, может быть, передумаю и себе оставлю. Но пока что палетка, это, наверное, единственная из того, что мы уже с вами нашли. Будет меня покидать. Просто потому, что палеток у меня просто огромное-огромное количество. Шестой номер мы с вами открыли. Смотрим на номер семь. Номер семь. Здесь у нас довольно легкий номер. Что ожидает нас сам? Ага, второй продукт, который будет меня покидать. И этот продукт покидает меня точно, стопроцентно. Просто потому, что мне такой бальзам для губ не нужен. Он выглядит, ну, просто очаровательно. Прозвращено только так же в Китае. Здесь у нас 15 мл. Напоминает конфетку. Но мне просто это не нужно. Это тот продукт, который я не буду использовать. Очень много продуктов для губ. И в таком виде, в таком варианте, я думаю, что он порадует кое-кого другого. Хороший продукт, уверена. Но не для меня. Восьмой номер. И здесь у нас елочки. В елочках мы с вами в этой роще еловой нашли нечто приятное, что меня радует. Это жидкие тени част над. Называется цвет. Ну, смотрите, какая прелесть. Просто очаровательные. Я люблю такие продукты. Потому что, вот, знаете, провел, растушевал. Там можно стрелочку сделать. Можно и так. Без стрелочки тушью. И ты, красотка, пошла покорять этот мир. Просто великолепно. Поэтому, безусловно, я рада такой находке. Давайте посмотрим. Ничем не пахнет. Нанесем. И заценим этот цвет. Хороший он или нет. Но мне нравится. Я думаю, что я буду использовать с удовольствием. Пока все ощущения приятные. Нет никакого покалывания, ничего. Есть небольшой холодок. Но это стандартно. Цвет однозначно приятный. Было бы круто, если бы он был каким-нибудь с дуахромом. Но нет. Он не дуахромит. Но, в принципе, хорошо переливается. Супер. Находка. Великолепная. Номер 8. Номер 9. Невесомый. Номер 9 абсолютно невесомый. К сожалению. И здесь девушка радуется какому-то подарку. Но такое ощущение, что мы с вами сейчас не порадуемся. Хотя, как посмотреть? Как посмотреть? Но здесь снова у нас с вами ту. То есть, это тот продукт, который кто-то заценит. А кто-то скажет, что не будет им пользоваться. Для меня это не самое нужное для макияжа. Это вот такой вот пафф. Но я нахожу его очаровательным. Чисто из-за его цвета. То, что он синенький, он мягенький, пушистенький. Где-то что-то подправить. Однозначно, да. Оставлю его себе. У меня несколько есть таких. А другого бренда, более дорогого, мы находили во многих бьюти-боксах. Они постоянно к нам то через глухфантасты, то через глухфантасты, то через глухси-бокс попадают. Он прям такой, знаете, приятный. Вот хочется его как-то гладить, с ним играть. Ну, да. Второй тул. Пока что все прекрасно. Номер 10. Номер 10. И у нас здесь загадает желание. Потому что пролетает звезда, падающая звезда. И надеюсь, что наше желание получить что-то классное и большое сбудется. Здесь у нас шампунь. Шампунь для таких тонких волос. И это с фитокомплексом и пептидами. Салон Hair. Я не знакома с этой серией. Здесь 30 мл. В принципе, ненадолго хватит. Но на какое-то такое небольшое путешествие однозначно. Давайте понюхаем, если есть такая возможность. Ну, аромат так себе. Есть какая-то отдушка, но она больше техническая. Но я думаю, что это техническая отдушка, потому что приятно я бы ее не назвала. Возможно, раскроется как-то другим образом. Но в салон с такими ароматами я бы не пошла. Тем не менее, номер 10 принес нечто полезное. Номер 11. И здесь мы снова загадываем желание. Но судя по тому, какой легкий номер, здесь будет опять какой-то тул. А нет, не тул. Нет. Здесь у нас то, что мы находили, типа скрабика. А сейчас это что-то с лавандой. Маска. Маска для лица с органической лавандой. Ну, посмотрите, какая миниатюрная, какая симпатичная. Сделана она во Франции. 10 миллилитров. И мне просто визуально очень нравится эта упаковка. Сама по себе. Вот то, что она такая зеленая какая-то. Знаете, тоже мой любимый цвет. Именно такой спокойный, глубокий, холодный, зеленый. И давайте понюхаем. Ничего не ощущаем. Нанесу чуть-чуть буквально. Ого, так она прозрачная. Есть какая-то такая голубинка. Я не ожидала, что она будет совершенно какая-то гелевая и прозрачная. Скажу вам честно, да. Тут прям гель, гель, гель. Пахнет немножко... А, нет, вот все, лаванда. Ты сказать, пахнет мятой? Нет, нет, нет. Пахнет лавандой, да. Но вот прям нужно прислушиваться к этому аромату. Потому что вот так вот прям яркой какой-то ноты он здесь не является. Сниму его, чтобы не спачкаться опять-таки. И смотрите, у нас уже эти тени зафиксировались. Все, красота. Ну, пока что тени, наверное, являются моим персональным хайлайтом. Обожаю такое. Следующий у нас номер 12. И он такой вот длинненький, но легкий. Так что там, скорее всего, какой-нибудь карандашик, да. Что-то наподобие. Это лип лайнер. Ха, можно использовать как контур, а можно заполнить все губки. И цвет довольно приятный. Нежный такой, деликатный. Давайте, конечно же, протестируем. Пока все просто великолепно. Хорошо рисует. Цвет спокойный, нюдовый. Холодный подтон. Все отлично. Да, буду использовать с большим удовольствием. Хотя я не большой фанат, на самом деле, карандашей для подводки губ. Я их крайне редко использую. Но, если попадаются, использую однозначно. Цвет 01 Lovely Brown. Сделано в Чехии. Прекрасно. У нас здесь буквально несколько продуктов было сделано в Китае. Остальное пока что все очень даже, знаете, в Европе. Что не может не радовать. Мы с вами прошли рубеж. 12 номер мы открыли. И пока что из продуктов, которые мне, скажем так, не очень понравились, это только вот этот. И то, потому что я не буду его использовать. Палетка мне понравилась, но она не столь мне нужна. Хотя палетка это всегда персональный вот хайлайт. Не важно в бьюти боксе, в адвен календаре. Я рада всегда палеткам. Просто палетка, скажем так, не тех цветов, которые бы меня прям сильно заинтересовали. Хотя здесь есть вот такой вот сиреневый какой-то. А я такое дело, конечно же, люблю. Но все остальное очень нюдовое, спокойное, размеренное. И вы знаете, как я люблю яркие, сочные оттенки. А нас ждет с вами вторая половина адвента. Номер 13. И здесь у нас очень такая плоская коробочка. Что же нам принесет этот мистический номер? А здесь что-то для ванны. Симпатичное. Это Home Spa. The Palace of Orient. Так, это для нашей ванны. Смотрите, такая вот таблеточка. Соответственно, когда вы пойдете в ванну, можно будет принять ее наверняка с каким-то ароматом. Ну, да, аромат есть. Кстати, он такой приятный, но рисковатый. Да. И наверняка поменяется цвет на такой сиренево-розовый. С удовольствием попробую. Я любитель вообще на самом деле принимать ванну именно с пеной. Но не против попробовать и таблетку для ванны. Произведено это в Китае. Хорошо. Здорово. Приятный продукт. Да, в этом номере. Если бы я отдала за этот адвент больше, не 30 с копейками, то, наверное, я бы немножечко возмутилась. Потому что здесь таблетка одна. Понятное дело, что она мега супер бюджетная. Но за 30 ок, нормально. 14-й, 14-й. Здесь у нас вот влюбленная пара. Посмотрим, что они спрятали или что они приготовили для нас с вами. Открываем. И здесь что-то жидкое. Что же это такое? Это лип-глосс. Так, так, так. Очень специфично. Посмотрите. Он с глиттером. Это лип-глосс с глиттером. Но что-то невероятное. Давайте протестируем, конечно. Я не уверена, что буду таким пользоваться. Но посмотрим. Может быть, эти частички не так и видны. Что за странная душка? А душка какая-то прям, не знаю, рабочая, скажем так. Так, хотя нет, эти частички не ощущаются никак. То есть они не жесткие. Скорее всего, очень мелкие-мелкие помогут. Либо вот совсем такие какие-то блесточки. Но выглядит, в принципе, неплохо, да. Очень даже достойно. На карандашик можно будет использовать, наносить. Пока что все хорошо. Да, блестит хорошо. Неплохой продукт. Единственное, что меня смущает, это наличие вот этих вот блесточек. Но, тем не менее, пока что они себя зарекомендовали неплохо. Стираются, но не полностью. Так что ожидайте, что если вы будете использовать этот лип-глос, когда вы будете пить, есть или что-то там делать, то потом у вас все лицо будет в блесках. Это был номер 14. Номер 15. Номер 15. Здесь у нас какой-то намек, по-моему, на лак. Посмотрите. Так, так, так. Сейчас узнаем. Это у нас такой спойлер или все-таки нет? А, нет, это не спойлер, потому что здесь свечка. Dazzling Nature называется. Свечка. Выглядит приятно, пахнет хорошо. Не могу описать аромат. Здесь какой-то такой интересный, необычный, довольно, мне кажется, свежий. Здесь какая-то кислинка, но не могу понять, откуда. Приятный аромат, однозначно, выглядит хорошо. И здесь у нас, ага, почули и пайн. Почули и пайн. Сделано во Франции. Ну что за прелесть, смотрите, какая замечательная свечка. Она относительно тяжеленькая. У меня такая вот была от Rituals буквально недавно, и я ее закончила. Ну, ее надолго хватило. Конечно, я не знаю, можно ли сравнивать свечки с Douglas и с Rituals, но выглядит она приблизительно так же. Номер 16. Очень-очень легкий. Здесь, скорее всего, будет какой-то карандашик. Открываем и смотрим. Да, похоже на карандашик. Я угадала. Видимо, черный, потому что выглядит именно так. Intensity eye pencil waterproof. Хорошо. Здесь у нас, соответственно, карандаш будет черный. И еще и waterproof. То есть, соответственно, не побоится воды. Если попадется под дождик, будете плакать, он останется с вами. И, следовательно, его можно будет наносить на водную линию. Неплохо. Такие карандашики тоже нужны. У меня есть черные карандашики, но они не waterproof. Соответственно, этот мне тоже в коллекцию не помешает. И с другой стороны у нас должна быть точилка. Да, точилочка тут тоже есть. Вот, пожалуйста, все в наличии. Все в комплекте. Хороший вариант карандаша. Сделан он в Германии. А качество Германии мы с вами прекрасно знаем. Этому качеству мы доверяем. Следующий номер 17. И это мой любимый номер. Мое любимое число. Посмотрим, что нам принесет. Относительно тяжеленько. Но там что-то болтается. Как бы опять не лак. Так. Да, там лак. Представляете? Вау. Вот, это неожиданно я попала в самую суть этого номера. Но не совсем. Потому что это Cuticle Oil. То есть это масло для ногтей. Хорошая находка. Рада, что здесь не лак еще один. Если бы здесь был лак прозрачный. Там база или покрытие. То ничего страшного. Я бы однозначно этим пользовалась. Но и масло для кутикулы. Тем более такое наполняющее, восстанавливающее. 10 миллилитров, оно тоже мне в принципе пригодится. Так что у нас здесь два. Одно вот в цвете. Цвет приятный, нежный, розовый. Хорошо. И масло для кутикулы. Следующий номер. Номер 18. Тяжеленький относительно. И что у нас здесь с вами? Поджидает какой сюрприз. 18-й нам приготовил какая-то бутылочка. А что это такое? Это алоэ вера и василек. Да, я так понимаю? Средство для снятия макияжа. Очищающая мицеллярная водичка. Так, тут какой-то вайб и фраше сейчас пошел. 30 миллилитров. Выглядит симпатично. Просто даже очаровательно. Мне нравится, как они оформили эту упаковку. Вот просто, знаете, действительно держишь в руках вроде Дуглас. А ощущение, что ты держишь в руках что-то более дорогое. Хороший номер. Можно, конечно, сказать. Ах, мицеллярная водичка в адвент календаре. Но оно нам не надо. Но я снимаю макияж. Особенно в поездках. И мне удобно снимать макияж именно мицеллярной водичкой. Можно, конечно, взять с собой какие-то бальзамы для снятия макияжа. Что-то еще. Но мне проще, пока я там что-то смотрю с мужем или планируем. Или мы там куда-то. У нас всегда такой план, когда мы путешествуем. Мы смотрим вечером, куда мы поедем дальше. То есть, соответственно, я не могу уйти на полчаса в ванну, пока я там умываюсь. И прихорашиваюсь. А он будет там заниматься резервацией. То, конечно, нет. Нужно делать это вместе. Соответственно, я снимаю макияж, пока мы там что-нибудь обсуждаем. Номер 19. Плоский, но довольно большой и относительно легкий. Что у нас тут? Да, снова мега полезная-неполезная для меня вещь. И это вот в таком футлярчике. Здесь у нас салфетки, которые предназначены для того, чтобы немножечко подсушить себу. Я не пользуюсь таким. У меня кожа нормально склонна к сухости. Да, в какую-то нереальную жару, понятное дело, я тоже потею. Тоже у меня выступает здесь блёст. Блёст? Не блест... Как это сказать? В общем, блестит мой лоб. Надо, конечно, это тоже убирать. Но вот, наверное, на лето я и ставлю. Мне нравится, как это выглядит. Очень приятно. И с одной стороны оно мне вроде как не надо. Но с другой стороны пусть лежит у меня в моей косметичке. Это чего у нас было с вами? 19. Следовательно, нам нужно номер 20. Номер 20. С ёлочками. Очень лёгкий. Мы потихонечку вот уже практически добрались до 24-го. Очень быстро проходит распаковка этого адвента. Даже как-то неожиданно. Мне так всё нравится. Так приятно его распаковывать. Потому что и качество хорошее. Открывается всё легко. И продукты интересные. Здесь какая-то малышка. И это Sweet Pink Liquid Blush. То есть у нас с вами жидкие румяна. Наверняка будут вот в этом цвете. Ну, давайте посмотрим сейчас, оценим, понравится ли нам или нет. Жидкие румяна я использую с большим удовольствием. Ну, опять, относительно ничем не пахнет. Ух! Ну, такой цвет. Наверняка, если растушевать, будет смотреться гораздо-гораздо лучше. Для меня сейчас пока что не совсем подходящий. Угу. Но ничего страшного. Если растушевать, я думаю, будет смотреться хорошо. Посмотрим, насколько хорошо зафиксируется самостоятельно. Это был номер 20. Следующий 21. 21. Выглядит вот так. И здесь у нас с вами что-что-что. Что-то большое. 30 мл. И это кондиционер. Мы с вами находили уже шампунь. Соответственно, надо тоже и кондиционер. Безусловно. Здорово, что они положили. Здесь нам еще и кондиционер. Сделан, кстати, он в Испании. И этот сделан в Испании. Вот это я даже не прочитала. Они оба сделаны в Испании. Ну, знаете, прям какая-то, не знаю, география обширная у продуктов этого адвента. Мы с вами и Чехию нашли, и Испанию, и Германию. В Китае тоже побывали. И во Франции, безусловно. 22. Интересно. Ну, как мы уже с вами выяснили, здесь никаких спойлеров нет. Соответственно, ничего не означающий флакончик. Но хотелось бы, конечно, найти какие-нибудь духи, но маловероятно. Хотя здесь лежат... Так, это что духи? Так, это духи. Только я пожелала. А, все мои желания исполняются. Фил де Лав, да. И здесь пинк, пепперкорн, мадагаскар ванилла. А, мадагаскарская ваниль. Интересно. Но малышка, посмотрите, какая она миниатюрная, боже. Ну, просто милейшая. Сама по себе 5 миллилитров. 5 миллилитров, а еще так хорошо упаковано. Давайте смотреть. Здесь просто милейшая упаковочка, действительно. Стекло. Ну, хорошо упаковано. Так, и посмотрим, что это. Надо крутить? Надо крутить. Надо... О, шарик. Ну, тоже полезно. Хорошо, что не вот так вот просто переворачивать, потому что такое я не люблю. Очень много можно израсходовать, хотя вам столько не нужно. Так, ничего не чувствуется. Будем пробовать. Однозначно. Но пока специфично. Не могу сказать, что мое. Но можно себе, наверное, представить. Как-то что-то вокруг меня подозрительно другое летает. Вполне возможно, кстати, что пахло этим. Или пахло свечкой, когда я только открыла адвент. Не могу сказать. Но пахло безумно приятно. Нет, нормально. Можно носить. Но вот прям вот покупать или, может быть, как-то, что это будет мой любимый парфюм. Нет, к сожалению, нет. Ну, здорово, что он здесь есть. Парфюм. Классно. Находка. Просто стопроцентное попадание в мое желание. 23-е. Относительно тяжеленький. Такой полненький, наполненный. Что же у нас здесь? Тут какая-то полноразмерочка. Или полуразмерочка. Это Homespa. Крем для рук. Иланг, иланг и тиаре. Ух. Иланг, иланг, ум и тиаре. Причем все это сейчас у нас еще и запаяно. Сделано в Германии 30 мл. Но для крема для рук 30 мл, как правило, это полноразмерка. То есть мы, в принципе, находим с вами такие. Интересно, что здесь вот все сейчас запаяно. Но, понятно, мы можем все это открыть. Единственное, что мне понадобится помощник. Потому что я своими ногтями, тем более свежеотманикюренными, сейчас подцеплю. И все. С лаком можно будет попрощаться. Что совсем бы не хотелось. Давайте откроем и нанесем. Нанесем мы на другую, понятное дело, ручку. Потому что на этой у нас с вами свотче. А цветочек тиаре хочется понять, вспомнить. Вот такая вот консистенция. Она приятная, стабильная. Но при этом хорошо распределяется. Вы знаете, нет такого дорогого аромата тиаре. Вот есть средство с тиаре. Вы прям чувствуете насыщенность. Такую вот сладкую нотку этого цветка. Здесь одушка очень легкая, не обременительная. А что там еще? Иланг-иланг, да? Иланг-иланг я вообще не чувствую. Ну, может быть, это вот смесь. Яркой одушки здесь нет. Очень спокойный такой, приятный, нежный аромат. Удушливым он не будет. Обременять вас своим здесь присутствием тоже не станет. Хорошо впиталось, хорошо напиталось. Крем приятный. Это у нас был с вами 23 номер. Все. Следующий номер заключительный. И этот замечательный, прекрасный, очаровательный, просто волшебный адвенг-календарь мы с вами уже распаковали. Давайте смотреть. 24 длинный вот такой вот номер. Он не трясется толком. То есть там что-то вот длинное и большое. Скорее всего тушь или что тут может быть? Так, наверное тушь, потому что я вижу какую-то интересную упаковку, напоминающую тушь. Так, не вылезает. Да, 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 это она. Fake it, baby. Вот это круто. Это тушь, которая должна как раз-таки делать эффект драмы, делать эффект накладных ресниц. То, что я обожаю, то, что я использую, то есть то, что я ожидаю от туши, как раз-таки эффект вот этих вот накладных, не своих ресниц. Потому что, ну, накладные ресницы для меня это слишком сложная история. А вот свои такие подкрутить и накрасить мне бы очень хотелось. Так, сколько у нас дел? Сделано, кстати, в Италии 12 мл. Но это очень-очень большая тушь. Шикарное заключение, да, полноразмерка. Тушь – полезная вещь. В любом адвенте она должна быть. Даже в бьюти-боксе, когда мы находим, я безмерно радуюсь. Поэтому для меня это шикарная находка. Ну, что я могу сказать? За эти деньги, что мы с вами заплатили, я просто в восторге. Мне тут все понравилось. Начиная от дизайна, оформления, идеи до тех продуктов, которые мы с вами нашли. Сейчас посмотрим, конечно, что мы тут нашли с вами из декоративной косметики. Самое для нас интересное. У нас тут два карандашика. Так, палетка, понятное дело. Сейчас я все схожу и мы посмотрим. Вот это, вот это и вот это. Это у нас с вами декоративная косметика. Значит, у нас... Так, с чего бы начать, да? Ну, в принципе, ладно, давайте с туши. Тушь есть, супер. Помада есть. Так, липглосс есть. Это уже три. Тени для век есть. То есть макияж губ и глаз мы сделать сможем. Румяшки есть. Румяные пойдем. С лицом все в порядке. Карандашик для губ, карандаш для глаз есть. Потрясающе полноценный нормальный макияж делать можно. Ну, такой вот уход для губ, я не считаю его все-таки в декоративку, потому что для меня это больше уход, нежели действительно декоративка. Ну, и палетка, не будем про нее забываться. Хайлайт шестого номера. Круто, что они положили палетку именно в шестой номер, а не в двадцать четвертый. В большинстве своем, конечно, мы палетки находим в двадцать четвертых номерах. Но здесь мне идея понравилась, что шестого мы нашли просто такой вау-эффект у нас был. Мы нашли что-то феноменальное. Ну, и двадцать четвертая прям была тоже таким, знаете, классным, стабильным номером. Все супер. Из ухода мы нашли средства для рук, крем для рук. У нас есть уход за волосами, шампунь и кондиционер. Для лица у нас здесь скраб и маска. Мы не нашли никакой крем, но, в принципе, мне особо это и не нужно. Так, а что это он? А, гель для душа был еще. То есть уход для тела. Улетел? Улетел коробочка. Уход для тела у нас есть. У нас есть декоративная косметика, чтобы сделать полный макияж. И давайте посмотрим на эти свотчи, что у нас здесь зафиксировалось, что не зафиксировалось. Румяна. Тестируем румяшки. Румяна можно еще растушевать. То есть они не самофиксирующие. Смотрите, практически в дымку, да, их не видно. Да, карандаш, который нам сказали, что он у нас водопруф. Ну, смотрите, что делает. Смотрите, нет. Ну, так себе качеством. Карандаш для губ тоже расползается. А вот тени просто потрясающие. С этим можно жить, с этим можно работать и делать, безусловно, макияжи. Я думаю, что мы обязательно с вами протестируем все эти продукты. Буду брать и в косметичке свои, да и, в принципе, так в макияжах использовать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот адвент. Понравился он или нет. Брали ли вы его себе или нет. Мое впечатление исключительно положительное. Я абсолютно полностью довольна. Это шикарное вложение 30 евро. Мне досталась потрясающая коробочка. Классные продукты, которые себя пока что хорошо показали. И я буду все это тестировать с большим удовольствием. Ну, а на этом моменте я буду с вами прощаться. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения и адвентов вам и желанных, чтобы вы смогли их купить. Увидимся. Пока-пока.